Ташкент. Ровно 94 года назад. 26 июля 1928 года. 12 часов дня по ташкентскому времени. На испытательной станции Среднеазиатского округа связи были включены передатчик и приемник устройства телефот, изобретенного Борисом Павловичем Гробовским. Передача на расстоянии по радио, движущаяся изображение на глазах компетентной комиссии прошла успешно. И этот день можно смело назвать днем рождения телевидения во всем мире. Позже, 4 августа, демонстрация была проведена на улице, возле кинотеатра Хива. Это недалеко от того места, где сейчас центральный вход в метро Мостокилик-Майдани. Далее прибор был отправлен для демонстрации и доработки в Москву. По пути он потерялся на три месяца, а по прибытии представил из себя груду обломков. Продемонстрировать Гробовскому ничего не удалось. Средств на восстановление прибора не было. Центральное бюро рационализации и изобретательства даже не вернуло дневники и техдокументацию, обозвав 27-летнего изобретателя недоучкой и аферистом. Ну вот, вкратце и все про рождение самой массовой в истории человечества системы передачи изображения. С 1963 года в СССР и за рубежом начинает проявляться интерес к работам Гробовского. Были статьи в газетах и журналах, признание его первенства, звание заслуженного изобретателя и грамоты. Был даже проект памятника в Ташкенте. В 1971 году ЮНЕСКО и Международный союз прессы по радиотехнике и электронике официально признали первенство Гробовского и его рабочей группы в проведении первой в мире телевизионной передачи. Настоящее видео не историческое и не документальное. Просто хотелось напомнить моим зрителям про столь значимое событие и про то, как важно знать и беречь свою историю. Ведь всегда найдутся те, кто ее захочет переписать. Видео будет опубликовано 26 июля 2022 года ровно в 12 часов дня по ташкентскому времени. Продолжение следует...